Доброго времени суток! Давайте еще посмотрим, как сейчас складываются боевые действия на вот этом вот изюмском направлении. Что там происходит? Потому что, конечно, ВСУ поют красиво, но это как минимум на два делить точно нужно, если не больше. А вот, поэтому давайте посмотрим, как для ВСУ сейчас складываются дела на изюмском направлении. Как для российской армии, ну, союзной армии складываются дела на изюмском направлении. Ну, я имею ввиду, вот это вот балаклеи, вот эти все изюм, еще как там, ну, вы поняли, о чем я. То есть вот это вот как раз направление мы и посмотрим. Пока на данный момент довольно-таки удачно идут дела для ВСУ, с одной стороны. Но развитие событий идет очень и очень медленно. Они замедлились. Нет уже такого вау, мы вот тут, мы вот тут. При этом есть очень серьезный обман. То есть, я так понимаю, что кому-то что-то пообещали. Может быть, пообещали, что будет дополнительная поставка вооружения, но решили, что зачем. Уже же добились в том направлении успеха. Поэтому можно часть украсть финансов, может быть, часть оружия, выделенного для того направления. Поэтому, классно. Поэтому обойдутся, так скажем, да, то есть схватить с них и малые части. И в результате уже начинает складываться ситуация, когда до конца непонятно, что дальше вообще делается. Вот ситуацию сложили, вот оно есть, а что дальше с этим делать, непонятно. И они, конечно, настроены в ВСУ, как говорится, биться до последней капли крови. Готовы заплатить очень огромную цену для того, чтобы победить. К чему это может привести? Что придется реально заплатить очень высокую цену. Скорее всего, это будет очень тяжелое для них положение, когда вполне возможно будет очень много погибших. Придется какие-то планы искать, новые. Пытаться найти новые решения, новые какие-то действия. В результате очень много необдуманных действий, очень опасных шагов. Но где-то будет им и сопутствовать удача. Но в конечном итоге, в ближайшее время, им придется уже от наступательного действия переходить к оборонительному. И, по-моему, они уже начинают переходить. Придумывать что-то новое. И в скором времени вот это вот удачное стечение обстоятельств для них закончится. То есть вот этот период у них подходит к концу. И что дальше? А дальше все сначала. То есть вполне возможно, что союзная армия их отодвинет. И нужно будет тогда начинать сначала. Для союзной армии сейчас идет группировка ресурсов. Всех возможных подтягиваний всего. Делается, продумывается, в каких направлениях нужно действовать. И вполне возможно, что это действие будут связаны с водой. То есть очень стараются все продумать. Действия, может быть, будут и на воде, и в воздухе очень много будет действий. Ну, конечно же, по суше. И удача переходит на сторону наших ребят. Сейчас то время, когда им будет способствовать удача. Все предпринятые действия будут приводить к положительному результату. И, соответственно, к радостным переменам. Все начнет меняться в обратную сторону. Главное, очень четко действовать, не особо торопясь. Не считая, что... То есть вот этот вот момент, когда... На ситуацию нужно посмотреть, перевернувшись. Не сверху, ну, как говорится, не вниз головой веся, а именно перевернувшись, и посмотреть по-другому на ситуацию. Кстати, очень часто в интернете я слышу именно вот это вот значение. Когда многие думают, да, и говорят, вот мы уходим, мы проиграли, там, нас победили и так далее. Хотя бы на этом направлении. На самом деле, многие считают, что это не так. Фронт, который идет такими зубцами, очень опасные вещи. Могут быть перекрыты вот эти вот острые углы, обстреливаться и так далее. Сейчас фронт выровнен. Потянуты новые силы. Соответственно, мы можем начинать уже действовать по-другому. Более спокойно и более в таком, скажем, положительном направлении. Хотя пока еще ощущение вот этой тупиковой какой-то ситуации есть. Но нужно делать выбор. И сейчас именно время этого выбора. Выбор должен быть не столько логичный, сколько вот эта вот военная чуйка должна быть включена. и по ней работать. Ну и сейчас, конечно, для многих военных это время, когда многое нужно передумать, переосмыслить и тогда планировать и действовать. Можно полностью мобилизоваться, чтобы дальше решать эту проблему. И она будет решена. В ближайшее время все очень серьезно изменится в обратную сторону. Ну а там поживем, увидим. Так говорят карты. Так, что-то там. Чего-то там еще было. Где-то мелькало. Ну ладно, пересмотрю дополнительно. Тогда делаю расклады на какие-то еще вопросы. Так что вот такой вот расклад на состояние боевых действий. Представители ВСО военные одно говорят, наши другое, российские. А торологи говорят, вот так сейчас ситуация складывается. Потому что мы видим не только какие-то действия, но мы видим именно внутреннее вот это вот состояние, душевное состояние одних и других. И соответственно это шикарно дает дополнительное понимание, что происходит. Ну, кто-то верит в это, кто-то не верит. Это дело каждого. Мое дело выложить и рассказать вам ситуацию вот в понимании Тару. Может быть понимание высших сил. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч.